Копчак – это село, где особенно строго соблюдают все традиции и обычаи гагаузского народа и с особым уважением чтут своих родителей. Пожилая мать погибшего воина-интернационалиста Елена Янакогла на турнир, посвященный памяти сына, пойти не могла. Поэтому гости приехали к ней – депутаты парламента Ирина Влах и Михаил Макан, который возглавляет Союз ветеранов войны в Афганистане. Возраст женщины и беспощадное летнее солнце не позволили ей увидеть, как проходит праздник в честь сына. Мы пришли утром туда, чтобы ходили туда. Так жарко, я не могу. Не могу даже. Там на двор еду и так слабый стал. Борис Янакогла погиб при исполнении своего долга перед Родиной, однако память о нем сохраняется и по сей день. Футбольный турнир, который носит его имя, проходит уже в 15-й раз в Копчаке и в его организациях принимают участие различные спонсоры, говорит председатель колхоза «Победа» Николай Драган. Основной спонсор – это, конечно, премария, колхоз «Победа», депутаты парламента, депутат народного собрания. Ну, спонсоры, естественно. В этом году, я знаю, что исполком выделяют около 6 тысяч лей. Народное собрание Гагузии в лице двух депутатов выделяет 4 тысяч лей. Председатель народного собрания, президент народного собрания выделяет 5 тысяч лей. Депутаты парламента от фракции коммунистов, они выделяют 7 тысяч лей. Колхоз «Победа» 5 тысяч и премария 5 тысяч. С миру по нитке собирают односельчане погибшего героя средства на организацию турнира. Ведь гости приезжают из разных стран – Болгарии, Украины, Белоруссии и других районов нашей страны. За 15 лет он стал одним из самых значимых праздников села. Дорогие друзья, позвольте мне сказать, что в первую очередь я восхищен селом Копчак и восхищен организаторами этого турнира. Нигде в республике Молдова никогда на таком высоком уровне не проводилось такое мероприятие. Такие события, которые призваны увековечить память погибших героев у молодого поколения страны, воспитать в них чувство ответственности и патриотизма, сегодня не становятся приоритетом у руководства нашей республики, отметила депутат парламента Ирина Влах. На протяжении последних трех лет особо нет никакого финансирования на поддержку молодежи, нет никаких молодежных программ. Я могу об этом сказать с уверенностью, потому что из года в год мы принимаем и рассматриваем бюджет, и три года подряд финансирование на молодежные программы, на спортивные мероприятия из года в год сокращается. Нет никаких комплексных программ для того, чтобы поддержать молодежь в плане открытия какого-то бизнеса или организации тех или иных мероприятий. В этом году приняли участие в турнире футбольные клубы города Девня Республики Болгария, столица нашей страны Шурави. Они же и вышли на поле. Это первый визит болгарской команды в Гагаузское село. Между городом Девня и Копчаком подписан договор о побратимстве. Праздничный турнир шел практически весь день. Также впервые принимала участие команда из села Бежгёс и Копчаковский колос. Истинным фанатам футбола было на что посмотреть. И самым долгожданным для гостей и традиционным для жителей Копчака стало состязание в скорости и способности управлять одними из самых упрямых животных. Скачки на осликах – одна из любимых забав копчакцев, но одно из самых серьезных соревнований. Там тоже есть победители и побежденные, которых наградили призами и подарками.